Если говорить о сроках, то ближайшие работы, которые здесь начнутся, это будет весна этого года. Но если говорить о ее необходимости, то, например, можно посмотреть буквально здесь на стену в коридоре Национальной библиотеки, то видно, что действительно ремонт здесь необходим. Я предлагаю сейчас как раз с заместителем генерального директора Российской Национальной библиотеки поговорить и узнать подробности об этом ремонте. Я вас приветствую. Скажите, пожалуйста, вот весной начнутся первые работы. Что здесь в целом будет сделано и сколько по времени эти все работы займут? Там, где мы находимся, работы будут позже, но самое главное, мы начнем с работ, связанных с противоаварийными мероприятиями, потому что требуется ремонт фасадов, требуется ремонт крыши, кровли. Это самое главное, это основа всего. Поэтому начнется с этого и дальше будем шаг за шагом двигаться. Когда мы увидим вот совсем уже преображенное здание здесь на Фонтанке 36? Я не стал бы говорить очень точные строки, потому что это связано с многими нюансами. Это здание является федеральным памятником культуры. И для того, чтобы здесь начинать глубокие реставрационные работы, требуется ряд разрешений, проектную документацию согласовывать и так далее. Надо начать с противоаварийных работ. Здесь нужно просто сделать, прежде всего, чтобы штукатурка не сыпалась, чтобы крыша не текла, для того, чтобы вот эти прекрасные здания, в них не попадала влага и так далее. Вот самое главное, с чего надо начать. И самое еще важное, чтобы читатели это сегодня как можно меньше, чтобы они это чувствовали. Надо сделать так, чтобы это не затрагивало возможности работы залов. То есть это не должно быть какой-то массовой эвакуации. Я правильно понимаю, то есть когда будет вестись ремонт, полностью это здание закрывать не будут. То есть сюда будет доступ и к фондам, и посетители смогут зайти. У нас просто нет возможности физически даже это все вывести куда-либо. Во-первых. Во-вторых, все-таки мы публичная библиотека, мы должны работать для людей, быть открытыми. Поэтому ремонтные работы будут вестись в очень плановом, очень спокойном режиме. И они не затронут интересы читателей. А отделы, которые здесь находятся во время ремонта, они будут куда-то перемещаться? Или тоже останутся здесь и никаких перемещений, особых изменений не будет? В ближайшее время никаких перемещений не планируется. Мы начнем противоаварийные работы с фасада и с крыши, других объектов, которые, в общем-то, не затрагивают абсолютно работы читальных залов. И постепенно будем развивать пространство. Планируется также и постепенно облагораживать ту лестницу, которая у нас ведет с угла здания, с левого фасада. Если смотреть лицом, мы будем работать по приведению в порядок пространств, которые там связаны. Будем делать временные выставки. Сейчас идут переговоры с инвесторами по возможности совместного взаимодействия по выставочным проектам. Так что будем делать сегодня так, чтобы не только интересы читателей не ущемить ни в коем случае, но и чтобы, более того, это здание развивалось, чтобы оно еще лучше работало. Хорошо, спасибо вам большое. Ну и напоследок я хочу сказать, что до прямого включения у нас была возможность как раз увидеть ту лестницу, которая сейчас пока закрыта, но в ближайшее время, когда будет вестись ремонт, ее как раз отреставрируют и будет работать еще один вход. Поэтому здесь как можно больше посетителей сможет принять Российская национальная библиотека.